Скоростное маневрирование – самый зрелищный этап соревнований. Змейка, развороты, тоннельные ворота, проезд по доске. Внимательная жюри следит за точностью выполнения каждого элемента. Среди экспертов – представители госавтоинспекции и Рыбницкой автошколы оборонно-спортивного технического общества Приднестровья. В Рыбнице выбирали лучшего автомобилиста и автоледи. Соревнования посвящены памяти многократного чемпиона по гонкам Дмитрия Криворученко. За звание лучшего водители боролись как в личном, так и в командном первенстве. Участвовало пять команд, в личном первенстве выступило шесть человек, из которых две женщины. Почти все на старт выходили на своих авто. Моя старушка, я восьмерка, ей 30 лет. Узнала про соревнования случайно и решила проверить свои возможности, силы в вождении. Усильное волнение – это однозначно. Участвую первый раз. Хочу проверить свои способности в вождении. Стаж вождения – шесть лет. Автомобилистам нужно было показать не только свои навыки вождения, но и решить карточки с вопросами по правилам дорожного движения. Принять участие в соревнованиях мог любой желающий, имеющий водительское удостоверение. Свои силы решил проверить и один из постоянных организаторов конкурса. Хотел попробовать те эмоции, которые испытывают водители во время движения, прохождения трассы. И хотел бы соизмерить свои возможности на трассе, все-таки вот такие ситуации. На самом деле не надо себя переоценивать, не так все просто. Поэтому надо быть предельно внимательны на дороге, потому что вот данный участок трассы показал, что сложности есть и с ними надо считаться. По итогам соревнований в индивидуальном заезде лучшим автомобилистом был признан Виталий Гресь. Его время составило 2 минуты 18 секунд. Серебро у Евгения Славинского. Третье почетное место занял Дмитрий Войко. Титул «Автоледи-2019» завоевала Ольга Швец, которая прошла дистанцию за 3 минуты 45 секунд. На втором месте Елена Изверская. В командном зачете почетное третье место заняли автомобилисты из службы «Такси». Второй к финишу пришла команда самостоятельно военизированной пожарной части номер 3. Кубок первенства в очередной раз завоевал коллектив «Автореда». Команда-победитель будет представлять город на республиканских соревнованиях, которые пройдут в октябре.